нахожусь на станции шпагина станция небольшая вот это вот здание под круглой крышей это магазин есть еще один магазин дублируется магазин называется теремок есть еще такой же такая же часть теремка в другой части шпагина также рядом находится почта и чуть подальше там идет сельский совет также в шпагина есть школа такая я вам хочу сказать в удрученном состоянии небольшая делится она на две части младшие младшие классы ходят такую маленькую приземистую школу мне все напоминает наверное рассказ филиппок наверное вот такую же школу ходил филиппок и более старшая школа которая напоминает куда ходил наверное ульянов владимир ильич но может быть у него даже и больше школа была там я не могу сразу сказать раз два три классов 5 именно кабинет также на станции шпагина есть водонапорная башня клуб в таком хаотичном заброшенном состоянии и пожалуй все многоэтажек нет есть двухэтажки там люди проживают две или три двухэтажки честно не считал люди проживают на одной и на второй половине шпагина части шпагина выезд отсюда можно осуществить только при помощи электрички автобусы сюда не ходят и когда мы просили чтобы сюда ходили автобусы нам сказали что это станция выезд вот сейчас видите поезд идет поезды здесь не останавливаются останавливаются только электрички ну и слава тебе господи хотя бы на электричке мы можем уехать либо на машине своих кого она есть более здесь ничего такого никаких достопримечательностей кроме леса речки даже не речки а озеро озеро такое озерцо так сказать маленькая в котором купаться нельзя есть она просто как бы есть места где можно собрать грибы и ягоды поэтому большинство людей приезжает именно сюда собирать белый гриб собирайте маслята грузди я не любительница ходить по лесу я могу съездить пофотографироваться я могу просто прогуляться но я не любительница искать ягоды или грибы потому что как-то они обходят мой взгляд стороной то есть я не могу в принципе много найти ну один-два эти и моя так сказать резвость по исканию грибов и ягод заканчивается вообще здесь проживает достаточно мало населения потому что станция сама по себе маленькая приезжают конечно дачники покупают дома себе для дач люди топятся углем дровами здесь нет никакого газа совершенно нет детского садика поэтому дети маленькие взрослые они в принципе играют здесь как раз стоят на станции они находят себе место играть как раз на станции здесь такое вот место для встреч наверно либо они просто по улицам встречаются где-то в заброшенном за год зерно которое когда-то 10 лет тому назад сгорело а вот ну вот как-то так есть стадо гоняют коров люди еще продолжают как-то держать скот посчитала я коров и мне показалось что их было 11 то есть получается 11 домов держит вообще у людей здесь достаточно большие огороды поэтому люди сажают конечно же овощи ну и все на этом что я еще хочу интересного сказать об этой станции часть какая-то работает население на железной дороге остальная часть населения ей ездит в город барнаул именно в Алтайске работать едут они конечно на 1 электричество которая отправляется с этой станции где-то 5-32 минуты в 5-30 уже надо быть на станции проездные продаются это я говорю так сказать информацию об этой станции если те кто соберутся сюда переезжать может быть дом захотят купить или еще что то наверное две главных улицы это улица привокзальная и улица Кирова остальные улицы если честно я не знаю они какие-то маленькие мелкие почтальон отсутствует пока нет почтальона не могут взять почтальона очень маленькая заработная плата поэтому люди не идут работать в почтодоставщики ну и пожалуй все что можно сказать о этой станции есть конечно контингент который любит выпить это как везде люди естественно пытаются как-то реализовать себя кто-то допустим собирает все таки эти грибы ягоды продают свои овощи с огорода может даже не свои на базарах рядом ближайшая станция сажают поля и осенью обычно люди едут на эти поля работать морковь собирать картофель ну и так далее вообще я хочу сказать что сильно то чтобы там ох и ах обычная рядовая маленькая станция со своим таким вот где то проблемным где то лояльным населением